Давайте еще решим одно упражнение. Посмотрим, как все это связано с цепными травями. Вот у нас есть табличка. И вы помните, что корень из двух – это вот такая цепная таблика. Давайте я быстренько напомню для тех, кто это. Когда у вас есть другое число, то вы можете из него выделить целую часть. Целая часть корень из двух – это сколько? Один. Замечательно. Ну и что-то останется. Дробную часть надо записать в виде единицы делить на какое-то число. В данном случае это вот как делается. Давайте томножим числительный знаменатель на корень из двух плюс один. Здесь будет корень из двух минус один. Здесь будет корень из двух плюс один. По формуле разности квадратов в числителе получается квадрат корень из двух минус квадрат единицы. То есть единица. И смотрите, что у нас получилось. В знаменателе получилось число корень из двух плюс один. Так? Так у этого числа мы опять можем выделить целую часть. Это получается, естественно, двойка. И здесь получается корень из двух минус один. Так, идея понятна? И опять умножим на корень из двух плюс один числитель и знаменатель. Запишем это в виде такой дроби. И опять числитель будет единица. И мы придем к такому равенству. Единица плюс единица делить на два. Плюс единица делить на корень из двух плюс один. И опять выделяется двойка и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если угодно, вот здесь получится так. Два плюс вот этот вот минус один, да? И в результате получается такая длинная-длинная-длинная штука. Единица делить на два плюс единица делить на два. Плюс и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Первый элемент, то есть целая часть, это единица. А все следующие элементы с одной дроби это двойки. Ну, естественно, числитель всегда единицы, это просто в цепной дворе всегда так. Отлично. Так вот, давайте мы с вами сейчас посчитаем несколько первых подходящих дробей. Подходящих дробей – это вот что такое, когда вы в какой-то момент обрываете, даже не пишете. Одна первая. Понятно, что вот когда про это просто забываете? Одна первая. Давайте это запишем. Два подходящих дробей, одна первая. Хорошо. Следующее. Один плюс одна вторая – это что? Это как записывается вея? Три вторых. Так? Отлично. А дальше? Один плюс единица делить на два плюс одна вторая. Вот здесь уже считаем. Один плюс один делить на два плюс одна вторая. Это сколько? Два плюс одна вторая – это вообще-то пять вторых. Один делить на пять вторых – это две пятых. Один плюс две пятых – это семь пятых. Слушайте, а вы видите, что здесь то же самое? Оказывается, эта табличка – это в точности подходящие дроби числа корень двух. Давайте сейчас это докажем. Это очень легко. Вот представьте себе, что до некоторого места мы посчитали, и у нас все хорошо. То есть, представьте себе, что у нас есть вот такая единица единица плюс один делить на два плюс один делить на два плюс один делить на два плюс один делить на два. Так, я здесь, к примеру, написал вот несколько дробных чек. Ну, пусть это некоторое х раздритное идиное, да? Отлично. Что надо сделать, чтобы получить выражение, которое содержит на одну большую черту? Да очень просто. Надо, смотрите, прибавить сюда единицу, получится 1 плюс х раздритное идиное идиное. Дальше надо над этим написать единицу и прибавить к этому 1. Согласны? Вот представьте, если у нас есть такое выражение, то это выражение, это же будет такая же штука, только на одну лучшее. Да? И все. Здесь можно просто по правилам алгоритм все сделать. Смотрите, в числителе знаменателя умножаем на у. У разделить на у плюс х. Приводим к общему знаменателю. В знаменателе будет х плюс у, а в числителе будет х плюс 2. А это и есть наша любимая формула. Ну, или для тех, кто знает формулы из цифровной тропе, можно было писать, как там выражается очередная подходящая дробь через две предыдущие. У нас тоже бы все получилось. Но я не буду сейчас это делать, потому что мне кажется, что вот то, что я сейчас рассказал, абсолютно понятное еще. Согласны? Спасибо. Спасибо.